Здравствуйте! На телеканале ЖТС «Время новостей» в студии прямого эфира Жбек Турганбекова. Ангелу в Тюбетеке 80 лет. Сегодня в Талдыкургане отметили юбилей актера, заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан, почетного гражданина Алматинской области Альмгаза Раимбекова. В своем почетном возрасте он по-прежнему остается активным и жизнерадостным. И сейчас продолжает съемки в картине «Ангел в Тюбетеке-2». Со звездой отечественного кинематографа встретились наши корреспонденты и узнали, о чем еще мечтает известный актер. Кому же не знакомы кадры из легендарного фильма «Ангел в Тюбетеке»? Это поистине жемчужина казахского кино. Альмгазы Раимбеков снялся во многих известных кинолентах, но запомнился зрителям именно по роли учителя Тайлака. Хотя, как признается, сам юбиляр, каждая роль и каждый фильм были для него важны и по-особому любимы. В искусстве любой роль полезен. Он дает мышление, думает, заставляет, сердцем болит, заставляет. Если без сердца, это уже неправда. Когда уже говоришь от сердца, это уже правда, реальная вещь. Я всегда играл себя. Трудно поверить. Для своей первой роли в фильме «Крылья песни», который вышел на экраны в 1966 году, Альмгазы Раимбеков работал водителем в колхозе. То, что попал в кино, не имея специального образования, счастливый случай. Повезло, говорит актер. Однако коллеги признают в нем огромный талант и восхищаются его творчеством. Это профессиональный актер. У него простота. Иногда актер переигрывает. Это все видно. А здесь он живет этим ролем. Так что я вообще думаю, надо у него пример взять. Талант, талант. Если таланта не было бы, Шакина Аймад не взял бы. Я так думаю. У него столько талантов, столько обаяния, сколько простота. Вот это все с экрана видно. В честь 80-летия известного актера со сцены Дворца культуры прозвучало немало теплых слов. Друзья, коллеги и родные желали ему здоровья и долголетия. Было зачитано поздравление и от имени Акима области Аманды Кабаталова. И, конечно, праздник не обошелся без приятных подарков. Одним из таковых стало исполнение песни «Одиссей», которая стала популярной именно после выхода фильма «Ангел в тюбетейке». Отмечая 80-летний юбилей, актер признался, что доволен жизнью. С любимой супругой они вместе уже 58 лет. Воспитали десятерых детей. Сегодня имеют 20 внуков и 11 правнуков. Он сыграл в 13 фильмах. И сейчас завершаются съемки 14-го. Продолжение легендарного «Ангела в тюбетейке». Так что теперь, говорит виновник торжества, все желания связаны только с семьей. Наши предки сказали, сколько бы ни живу, мечта всегда есть. Всегда он при нас, при нас. Ну, мечта правнука есть уже. Теперь правнук, если увидит, вот это мечта. Надежда Белова, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. 550-летию казахского ханства целый комплекс мероприятий посвятили сотрудники Алматинского областного историко-краеведческого музея имени Мухаммеджан Атаншпаева. Помимо познавательных выставок и тематических экскурсий, хранители истории читают лекции и приобщают горожан к изучению культуры страны. Очередную научную конференцию для толдукорганских школьников и студенческой молодежи на днях областной музей инициировал совместно с ведущими преподавателями высших учебных заведений. В рамках познавательного мероприятия озвучены интересные доклады. Выступающие подробно рассказали об истоках нашей государственности, родоначальниками которой являются ханы Жанбеки Кирей. С воодушевлением участники конференции слушали доклад, повествующий о культуре древних городов. Без прошлого нет будущего, говорят организаторы. Потому изучение исторического пути народа от казахского ханства до сегодняшних дней актуально как никогда. Оно имеет большую общественную значимость. У Казахстана богатое на события прошлое. Знать историю нашей страны особенно важно подрастающему поколению. С момента обретения независимости в нашем обществе появилось понятие рыночное отношение. Многие начали работать над конкуренцией. В погоне за материальными благами многие подзабыли про духовные ценности. И отрадно, что в последнее время большое внимание уделяется изучению истории. А празднование подобных исторических дат позволяет духовно обогатиться. Только та молодежь, которая уважает предков и знает свою историю, будет продвигать нашу страну вперед. Продолжаем выпуск. Яркие, красочные граффити начали появляться на стенах жилых домов Талдыкургана. Каждый рисунок несет свой патриотический смысл. Так молодежь города стремится сохранить главные события и достижения родного края. Первый проект в рамках граффити-фест посвящен 550-летию казахского ханства. Для его создания ушло несколько дней. Организаторы попытались в рисунке охватить историю создания ханства и современность. Граффити должны быть со смыслом. И патриотическая тематика предоставляет простор фантазии художников. Созданием композиции к 550-летию казахского ханства занималась команда молодых граффистов и художников Тигра Хаунд, приглашенных из Алматы. Приятно удивил Талдыкурганцев и портрет Айдена Аимбетова. Отныне изображение нашего земляка украшает микрорайон Гарышкер. И, как уверяют организаторы, подобные проекты будут примером для подражания молодежи. Впрочем, Талдыкурганцев до конца года ожидает ряд интересных проектов. В прошлом году, когда защищали проект, мы ставили несколько тем. Это 550-летие, 20-летие, 70-летие. То есть, ну, все актуальные даты. Плюс герои современного Казахстана. Это художники, писатели, спортсмены. То есть, ну, я думаю, сейчас, наверное, на данный момент очень важно для молодежи это занятие спортом, здоровым образом жизни, пропаганда активного образа жизни. Поэтому мы ставим акцент на спортсменов. Ожидайте спортсменов. По словам организаторов, уже со следующего года они планируют начать новый проект «Стрит-арт». И непосредственно активное участие в нем примет молодежь. Асим Кощегулова, Майдзи Байбусынов, телеканал ЖТСУ. Казахский государственный театр оперы и балета имени Абая в Алматы к 550-летию казахского ханства восстановил оперу «Аблайхан», передает 24КИЗ. Накануне примеры создатели обновленного варианта рассказали, почему целых 11 лет спектакль не значился в репертуаре театра и какие изменения претерпел ее первоначальный вариант. Примера оперы «Аблайхан» прошла в театре в 2004 году. Либретто Абишаки Кельбаева, композитор Ерки Галер Ахмадеев. Он писал оперу почти 10 лет. Для постановки были приглашены российские мэтры, режиссер Юрий Александров и художник Вячеслав Окунев. Но после громкого успеха спектакль выпал из репертуара театра. Причина – очень сложный материал, а многие исполнители главных партий переехали в Астану. Основа осталась прежней, но чтобы действие было более захватывающим и реалистичным, решено было внести некоторые изменения. Убрали музыкальные повторы. Вместо 19 партий осталось 16. Использованы декорации и костюмы от первоначального варианта. А если шились новые, то строго по старым эскизам. Участвуют ведущие и молодые солисты театра. А вот главную партию, как и 11 лет назад, исполняет лауреат государственной премии Толгат Кузимбаев. Современный учебник по политологии появится у студентов казахстанских вузов. Издание презентовали на 8-м конгрессе политологов в Астане. Таких пособий в учебных заведениях страны не было 15 лет. Его разработали ученые и эксперты в области политологии, а также руководители региональных кафедр Ассамблеи народа Казахстана. В издании отражен уникальный опыт казахстанской идентичности, поддержание которой немаловажную роль играет Ассамблея народа Казахстана. Учебник вызвал немалый интерес у зарубежных экспертов на площадке нынешнего конгресса политологов. Войлоки с семьей теперь будет покупать московская обувная компания. Выйти на экспорт местному валяльно-войлочному комбинату удалось благодаря модернизации производства. Недавно там установили современное оборудование, на котором начали выпускать продукцию по мировым стандартам. Валяльно-войлочный комбинат в семье уже два десятка лет изготавливает валенки и войлочную обувь высокого качества. Продукции предприятия уже заинтересовались в Москве. Заключены первые контракты. Поставляться будет по 18 тонн войлока каждые два месяца. Оценили качество выпускаемой продукции и на родине. Недавно на областном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана» комбинат занял почетное первое место. Сюжет подготовлен по материалам интернет-ресурсов Жбек Турганбековой. В селе Карашингель Каратальского района прихожанам своей двери распахнула долгожданная мечеть. Ее торжественное открытие для сельчан стало поистине знаменательным событием. Долгое время отсутствие очага духовности в ауле приносило некоторые неудобства. Раньше сельчанам приходилось преодолевать более 10 километров и идти в соседний аул для совершения жума-намаз. Для жителей маленького села Карашингель численности населения 250 человек. Открытие мечети стало большим событием. Радость поистине долгожданная. Отныне свой религиозный долг они будут выполнять в своем родном ауле. Реализовать давнюю мечту удалось благодаря спонсорской помощи. Инициативу строительства новой мечети проявили уроженцы села, предприниматели Бауржан Ахметов и Жайляуфласов. Раньше на жума-намаз мы ходили в соседнее село Кальпе. Приходилось идти 10 километров. А теперь таких неудобств не будем испытывать. Хочу выразить меценатам благодарность. Спасибо большое. На торжественное открытие приехали почетные гости. Разделить радость селян прибыли представители центральной мечети из Талдыкургана. Сельчана они призвали регулярно посещать новую достопримечательность. Ведь мечеть это не только центр духовной и культурной жизни, где различают добро и зло, а поистине духовный храм, в котором учат праведным делам, направляют человека на путь истины и способствуют его духовному развитию. Мечеть это не просто место для молитвы, а настоящий храм духовного и культурного воспитания. Религия призывает объединиться, быть духовно богатой личностью. Как гласит один из хадисов пророка, человек, который построил мечеть ради довольствия Аллаха, Всевышний построит мечеть для него в раю. Это благое дело, хороший сауап. Новая мечеть стала 13-м по счету Дома Малаха в Каратальском районе. Жбадатхана рассчитана на 100 человек. Есть специальное помещение для поминальных обедов. После торжественной части открытия был прочитан и первый жуманамаз. В знак благодарности меценатам свои подарки приготовили сельчане. Каждому по доброй казахской традиции преподнесли лошадь и подарили чапан. Лжана Дельханова, Думан Алтымбекула, телеканал ЖТСУ из Каратальского района. И еще есть тем выпуска. Школьники Талдыкургана знают традиции разных народов. К такому выводу пришли организаторы конкурса «Сохраняя культурное наследие», прошедшего на базе Дома дружбы. В состязании приняли участие ученики пяти школ областного центра. О том, какие обряды и традиции они представили на суд зрителей в материале нашего корреспондента. Обряд с весьма странным названием «Крещение и похороны кукушки», как оказалось, на самом деле символизирует окончание весеннего сезона и является исключительно девичьим ритуалом. О том, зачем и как он проводится участникам конкурса, объяснили ученики школы номер 10, демонстрирующие культуру и традиции русского народа. Надо отметить, что данное учебное учреждение с русским центром сотрудничает уже на протяжении многих лет. В рамках работы Ассамблеи народов Казахстана проводятся различные мероприятия, в которых мы являемся активными участниками. Здесь и литературные вечера по творчеству русских писателей, поэтов. Здесь участие в городском празднике Масленица. Наши дети принимают участие в международном фестивале «Пушкинское лето», в котором принимают участие команды из пяти стран Центральной Азии. И в прошлом году мы были победителями. В этом году между этнокультурными объединениями и школами областного центра был подписан меморандум о сотрудничестве. А потому к работе Ассамблеи народа Казахстана подключились и другие учебные учреждения Талдыкургана. Проведение конкурса под названием «Сохраняя культурное наследие» стало промежуточным итогом данной совместной работы. Достойно выступают все участники. Очень интересно их видение тех же орнаментов. Очень интересно видение, как они использовались в старые времена и в современных условиях. То есть мы видим, что действительно дети стараются, они вникают. И благодаря тому, что такому конкурсу их диапазон знаний именно в межэтническом отношении намного расширяется. Да, сегодня всего участвуют пять школ. Возможно, еще не все механизмы отработаны. Думаю, что в последующем школы будут более активно участвовать. В рамках конкурса были продемонстрированы традиции русского, казахского, греческого и польского этносов. На суджюри школьники представили игры и обряды народов, рассказали о национальных костюмах и исполнили народные песни и танцы. По словам организаторов, такие праздники дают возможность подрастающему поколению погрузиться в культуру разных народов и почувствовать, что в нашей стране действительно царит межнациональное согласие. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Обмен подарками. Необычный праздник День дарителя отметили в историко-краеведческом музее имени Таншпаева. Акция посвящена людям, благодаря которым музейный фонд пополняется ценными экспонатами. Приглашенные гости пришли не с пустыми руками. Настоящие артефакты в музей передали представители старшего поколения. Горожане принесли интересные документы, книги, фотографии и предметы быта, имеющие историческую ценность. Самым экзотическим подарком сегодня стал зуб мамонта. Необычный экспонат в фонд музея передал Андрей Березин. В ответ дарителям хранителей музея приготовили благодарственные письма и небольшие сюрпризы. Акция День дарителя отныне станет традиционной. Работники музея говорят, что свою инвестицию в вечность может сделать любой желающий. К слову, сейчас в историко-краеведческом музее хранится порядка 30 тысяч экспонатов, большинство из которых собраны при помощи дарителей. Это очень хороший праздник, потому что, знаете, проходят какие-то моменты, когда мы не успеваем поблагодарить людей за то, что они вот дали, кому-то подарили, кому-то сделали доброе дело. И то, что сегодня наш областной музей проводит такое большое мероприятие, это очень хорошо для молодежи, для нашего населения. А эти подарки останутся навсегда, потому что пройдет какое-то время, и это действительно уже станет историей, а мы сможем сюда прийти и посмотреть. Спасибо большое музее за такое мероприятие. Вопросы гармоничного развития детей обсуждали сегодня в Талдыкургане. На базе детского дома «Айна Лайн» прошел областной семинар-тренинг, посвященный 170-летию Абая Кунанбаева. Встречу педагогов и воспитателей начали с разминки, задав положительный тон всему мероприятию. Работа семинара состоялась таким образом, что его участники могли не только посмотреть театрализованные постановки или выслушать выступления работников детского дома «Айна Лайн», но и, конечно, поделиться своим мнением и опытом. Нужно отметить, что данная встреча также была посвящена Дню опекуна, который отмечается 29 октября. Именно Абая является основоположником казахской педагогики. Именно он первым затронул вопросы воспитания детей, из каких элементов, из какими методами, способами нужно достичь воспитания гармонично развитой личности. Именно Абай знакомил казахский народ, нашу молодёжь, наших детей с лучшими творениями западной русской литературы. И надо сказать, что в процессе таких семинаров каждая сторона получает что-то положительное для своей работы. Уже 13-й год подряд на спортивных площадках Талдыкургана соревнуются банкиры Алматинской области. Традиционная спартакяда даёт возможность не только определить самых сильных и ловких, но ещё сплотить и сдружить спортсменов-любителей. Этапы межбанковской спартакяды проходят как яркие спортивные праздники коллег, объединённых общими профессиональными интересами. Отложив выходные дни в сторону, дела финансовые, банкиры соревнуются между собой в 11 номинациях. Это игровые и интеллектуальные виды спорта. Стартовали соревнования, сегодня весёлые эстафеты для женщин. Заключительные турниры состоятся 15 ноября. Также будут подведены общие результаты спартакяды. У нас она уже традицией стала ежегодной. Каждый год мы добавляем по играм, по видам игр. В этом году мы проводим по 11 видам игр уже наши соревнования. Это, значит, получается у нас весёлые старты. Футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки, армресли и стрельба с винтовки. А также есть у нас лёгкая атлетика, там многоборье и эстафета 4 по 100 метров. И везде у нас во всех играх участвуют только работники банков Алматинской области. На этом у нас всё. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин